Добрый день, меня зовут Джонатан Беррендт, и сегодня я буду вашим ведущим. Спасибо, что пришли. Также хотел бы поблагодарить тех, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире. Мы живем в динамичном времени. Еще ни разу за всю историю человечества не было так, чтобы истории и изображения в интернете настолько задевали нас заживое. Такое впечатление, что каждую неделю, независимо от того, черного цвета у вас кожа или белого, гей вы или натурал, родились вы в богатой семье или нет, но найдется история в медиа, что вызовет в нас определенную реакцию. Но существует надежда. Надежда будет всегда, пока человеческий дух жив на нашей планете. Все, что нужно сделать, это подумать о таких именах, как Махатма Ганди или Мать Тереза, известные теперь как Святая Тереза, или Анна Франк, или Мартин Лютер Кинг. И тогда мы понимаем, что все, что нужно, это один человек-энтузиаст, у которого хватит смелости рискнуть всем ради того, чтобы принести свет в этот мир. Представьте сейчас кого-нибудь из этих легендарных личностей. Вот на мгновение подумайте о ком-нибудь из них. Какие чувства этот человек пробуждает внутри вас? Смелость? Вдохновение? Любовь? В истории каждого из них происходили большие перемены, прежде чем они стали теми, кем являются сейчас. Милорепа был монахом Тибета, но в молодости он был очень мстительным, прежде чем стал одной из самых любимых и почитаемых фигур в истории Тибета. Святой Франциск Ассийский был богатым, разочарованным молодым человеком, который бросил все, чтобы начать жизнь, полную сострадания и щедрости по отношению ко всем. Пророк Мухаммед родился в богатой семье и вырос, окруженный деньгами, но потом стал созерцателем. Смелость — это то, что связывает этих трех людей. Все они имели смелость сначала осуществить внутреннюю работу над собой, перед тем, как внести все внешние изменения. Давайте на минуту подумаем. Говоря о внутренней работе над собой, сколько из вас ощутили эмоциональные угрызения, когда я называл имена этих людей? И почему? Почему эти имена, особенно три последних имени, которые ассоциируются с мировыми религиями, и некоторые из этих религий ассоциируются с насилием? Однако о религии мы сегодня не говорим. И о духовности мы тоже сегодня не говорим. Так что можете облегченно вздохнуть. Сегодня мы говорим о том, как на секунду остановиться и задуматься о том, в каком времени мы живем, и что это время от нас требует, как от личностей и как от общества, одного из самых влиятельных обществ на Земле. Итак, вы почувствовали эмоциональное угрызение, когда я упомянул какое-либо из этих имен, или даже не обязательно имя, даже просто слово «религия» могло вызвать у вас угрызение, и это абсолютно нормально. Если то, что вы видите по телевизору, или то, о чём вы прочли в газете, вызывает у вас приступ злости, то это нормально. Если вами овладевают сильные чувства, когда вы думаете про выборы, это нормально. Наоборот, если бы вы ничего не чувствовали, я бы сказал, что это ненормально. Однако, мы должны научиться справляться с этими эмоциями. Мы должны научиться найти способы, которыми мы могли бы объединять мысли и эмоции более конструктивно, и таким образом, могли бы более умело ориентироваться в этом динамичном времени и влиять на него. Я надеюсь, что сегодня мы сможем вам предоставить и разрешения, и инструменты, которые помогут вам справиться с этой задачей. Садгуру, признанный йог и мистик, это человек, чей энтузиазм передаётся всему, чего он касается. Как я вчера выяснил, это касается даже гольфа. Само присутствие этого человека, наделённого острым умом и безграничным сердцем, показывает вам, что может испытывать обычный человеческий ум с точки зрения любви, радости и свободы. Представления Садгуру о том, как можно изменить мир, распространились за последние 30 лет. Фонд Иша, который был основан Садгуру, содержит большое количество программ, направленных на распространение инклюзивной культуры и установление мировой гармонии. Он входит в число 50 самых влиятельных людей Индии, является человеком, который сумел произвести глубокое впечатление на миллионы людей по всему миру. Он выступает как на форумах ООН, так и в бедных деревушках по всей Индии. Он также известен своими трансформационными программами по йоге и специальными проектами большого масштаба. Эти проекты нацелены на такие вопросы, как качество образования для бедных, управление окружающей средой, целостное здоровье, мира и благополучие. Садгуру говорит, что радость заложена в нас природой, а страдания — это наше собственное творение. Это провокационное заявление, которое он рассматривает в своей книге «Внутренний инженеринг», руководство йога по достижению радости. Садгуру. Не возражайте, если я сяду, скрестив ноги. Конечно, нет, устраивайтесь поудобнее. Мой мозг не соображается, если я не сяду, скрестив ноги. Мозг не работает по-другому? Да. 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 Большое спасибо, что согласились принять участие. Я уверен, что аудитория очень заинтересована в том, что вы будете рассказывать. Давайте начнем. Многие определяют инклюзивное сознание. Я хотел бы узнать ваше мнение по поводу. Они не определяют его. Хорошо, тогда я как раз хотел спросить, что же они упускают. В общем, можете начинать. При всем уважении люди говорят о намерении, о правильном намерении, о правильных мыслях, эмоциях, отношениях и степени действий. Но во всем этом нет сознания. Если мы подразумеваем, что то, как мы думаем, чувствуем, действуем, и есть сознание, то нет. Это ошибочное мнение. Мы ошибаемся. Принимаем цветок за почву, принимая проявление за источник. Это явление происходит везде, не только в данном вопросе. Люди думают, что, изменив отношение к чему-то, изменится и сознание. Нет, это не так. Изменение отношения к чему-то приведет к изменению определенных действий. Да, это будет позитивное и выгодное изменение, но оно не принесет трансформации. Изменения произойдут, трансформация не произойдет. Если бы мне пришлось определить разницу между изменением и трансформацией, то изменение подразумевает, что наследство прошлого все еще остается. А трансформация подразумевает, что ничего от прошлого не остается. И это то, в чем мы нуждаемся сегодня, если мы хотим создать новый мир. Если вы хотите, чтобы новое поколение могло вести новую жизнь. Это уже было выражено очень многими способами. В этой части мира, где все столь сильно связаны со своими семьями, я однажды сказал, «Оставьте мертвых мертвым». Это очень существенно. Это выражение было сказано не из-за безрассудства и не из-за безразличия, а наоборот, от обеспокоенности тем, что у вас уже должна быть новая, свежая жизнь. Вы можете выучить много всего из прошлого. Например, то, как вести себя. Но из прошлого нельзя учиться тому, кем нам быть сейчас. Потому что вы сами являетесь полной формой жизни. Вам не нужно изучать прошлое, чтобы знать, как жить. Возможно, вам нужно использовать прошлое, чтобы стать хорошим инженером, или кем-то еще из общества прошедших лет. Но вам не придется использовать прошлое, чтобы учиться тому, как быть формой жизни, так как с этим прошлое ничего общего не имеет. Это новая жизнь и полноценная жизнь. Сознание — это измерение, которое является источником того, кто мы есть. А наши намерения, действия, мысли, отношения являются всего лишь его последствиями. Другими словами, мы пытаемся исправить последствия, при этом не пытаясь ничего сделать с источником этих последствий. Все эти определения, что употребляются как пол, дискриминация, расовая дискриминация, все подходит под ситуацию. Кто-то индус, кто-то мусульманин, а кто-то гуглер. После какого-то времени это уже станет религией, поверьте мне. Второе поколение, они могут сами по себе стать религией. Да. Я говорю о том, что вы можете смотреть футбол, и это тоже можно приравнять к религии. Два разных футбольных клуба, которые желают бороться и уничтожить друг друга. Просто игра. И где же это все берет свое начало? Это природа человеческого бытия. Дайте мне, пожалуйста, две минуты. Есть четыре измерения разума. В современных обществах природа нашего образования засоряет мозг, потому что посредством образования мы используем лишь одно измерение мозга, которое мы называем интеллектом. Если мне придется использовать индийские термины, то измерение мозга будет называться будхи, анхара, манас и читта. Будхи — это интеллект. Что бы вы ни делали, природа интеллекта такова, что нужно все препарировать. если вы оставите мир в руках интеллекта, то ваш интеллект нарежет мир на миллионы кусочков и будет требовать нарезки этих кусочков на еще более мелкие кусочки и так далее, в зависимости от того, насколько острый у вас интеллект. И чем острее у вас интеллект, тем больше вы препарируете мир. И вы не сможете остановить этот процесс, так как он является природой интеллекта. И это хорошо. А потому вы должны использовать интеллект только тогда, когда имеете дело с материальными аспектами жизни. А познать жизнь таким образом нельзя. Получается, чтобы познать вас, мне нужно вас препарировать. Но, скажем, если доктор захочет узнать некоторые материальные аспекты, то бишь, что с вами не так, чем вы больны, то он возьмет биопсию, чтобы все выяснить. На данном уровне это нормально. Но познать вас как человека путем препарирования я не смогу. Я не смогу познать вас как живое существо просто путем препарирования. Да, я смогу изучить часть вашего тела таким образом. Точно так же я могу узнать части мира и использовать их, но жизнь таким образом не познать. Итак, в последние 100-150 лет интеллект был очень вознесен. Это то влияние, что Европа оказала на весь мир. Мы стали думать, что наша мысль — это высшее достижение. Некоторые даже дошли до того, что считали, что существует благодаря интеллекту. Я бы хотел задать вам простой вопрос. ответьте мне, мы можем думать, потому что существуем или потому что мы думаем, что существуем? Как думаете? Потому что мы существуем, мы можем думать. Потому что люди все время пребывают в состоянии умственного поноса. Мысли не останавливаются, и они думают, что это даже большее существование, чем просто существование. Но вот моя голова все время пуста. Только если я захочу о чем-то подумать, то тогда нет. А потому я знаю, что мыслить совсем не обязательно. Я могу жить просто так и без мыслей, точно так же, как и с рукой. Если я захочу ее использовать, я использую, а все остальное время она лежит вот здесь. Точно так же вы должны уметь поступать и с вашим разумом. Просто потому, что вы потеряли контроль над разумом, вы думаете, что таким образом имеете все. А это просто потому, что разум летит во все аспекты вашей жизни. Мысль была сильно превознесена людьми. И природа мысли такова, что если вы думаете, то мысль должна быть логичной, никакой другой она быть не может. То, что думает кто-то другой, может показаться вам нелогичным, но мыслящий человек нашел свою собственную логику в этой мысли. Самый экстремальный человек, которого вы встречали, он или она имеет внутри себя свою собственную логику. Разве нет? И с их точки зрения они говорят вполне логично, а потому что они нашли свою собственную логику. Логика означает, что необходимо разделение. И теперь вы логически пытаетесь прийти к инклюзивному сознанию, но это не получится, потому что вы используете нож для накладывания швов. И это не сработает. Если вы используете нож для нарезания, то это эффективно. А вот если ножом пытаться наложить швы, то лишь разорвете все еще хуже, чем было. Так вот, ваши мысли, мои мысли, на каких бы грандиозных событиях, встречах, конференциях вы бы не присутствовали, а я был на всех видах мировых конференций. Что там только не происходит. Маленькая война в миниатюре. Через какое-то время после начала встречи обстановка накаляется, но на второй день все заканчивается, и все дружно напиваются вечером и расходятся по домам. Если вы заставите участников конференции пробыть там неделю, то бьюсь об заклад, нам будет побоище. И я не говорю это все с презрением. Какое-то время назад я прикладывал искренние усилия, чтобы принимать участие во всех этих конференциях. Тогда я верил, что они приведут к миру. Но 8 лет назад я принял решение, что больше никогда не буду принимать участие в данных мероприятиях, потому что все люди там профессиональные участники конференции. Они зарабатывают там себе на жизнь. И все дело совсем не в достижении мира. Итак, следующим измерением интеллекта является анкара. Это идентичность. Это важно. В современных обществах мы воспитали наших детей культивировать свою идентичность. Когда я говорю идентичность, то ваше тело для вас всегда является фундаментальной идентичностью. Есть расовые вопросы, которые волнуют его и всех нас. У меня кожа темнее, чем у него. Мне всегда весело, когда сталкиваюсь с этим вопросом, но вот сталкиваюсь с ним, куда бы ни пошел. Я обладаю другими особыми чертами, что еще более дискриминируют меня. Но наша первая идентичность — это наше тело. Когда мы идентифицируем себя с телом, то цвет кожи тоже становится частью нашей идентичности. Почему мы отождествляем себя с телом? Да потому что наш опыт этим ограничен. Когда вы говорите обо мне, вы ведь имеете в виду только вот это. Так как ваш жизненный опыт ограничен этим, то, естественно, вы идентифицируете себя со своим телом, и вот так он выглядит. А другие люди выглядят по-другому, из-за пола или расы, или просто моды. Кто знает, что делают их другими. Но неожиданно есть точное разделение «Вот это я, а вот это вы». Но вот мы сидим здесь, в этом зале. Какой бы ни был цвет кожи, в какую бы религию мы не верили, какому полу бы ни принадлежали, мы все вдыхаем и выдыхаем тот же воздух. И проблем с этим не возникает. У тела нет с этим проблем, а вот идентичность сталкивается с проблемой. Вас идентифицируют чем-то. Мы не воспитали наших детей с самого раннего возраста, чтобы их идентичность была космической. Это то, что является традицией для Индии. Прежде чем начать работу, прежде чем начать обучать ребенка, тот должен пройти ритуал, где он проговаривает, что его идентичность — это весь космос. И без такого осознания ребенком своей идентичности ребенку не следует давать образование. Должно быть понимание, так как образование — это наделение властью. Не следует наделять властью человека, который обладает ограниченной идентичностью. Независимо от природы человека или семьи, или общества, расы, религии, нации, независимо от всего этого, если у человека ограничена идентичность, то он принесет дисгармонию, будет совершать жестокие вещи и при этом думать, что делает все правильно. Я знаю, что существует много зебатов на тему преступных группировок и так далее. Но я хочу, чтобы вы понимали, что эти люди оценивают свои действия не так, как вы их оцениваете, сидя здесь. Все мы здесь, сидя, думаем, что эти люди ужасны, но вы должны понимать, что они думают, что совершают самые великие дела, какие только может совершить человек. Они работают на благо Бога, а лучше Бога работодателя не найти. Ну уж точно не Гугл, когда есть Бог. Но вы я думаю, вы должны были это видеть. Я уверен, что вы, ребята, можете погуглить что угодно. Так вот, вы должны были видеть пресс-встречу, которую афганский талибан провел с международной медиа перед тем, как США вторглись в Афганистан. Все молодые парни с длинными бородами и в больших тюрбанах, сидящие вот так. Они задавали вопросы, касающиеся подрыва статуи Будды и того, что девушкам уже не надо ходить в школу и спрашивали о многих других вещах, что и привело к необходимости задать много вопросов. Чтобы вы их не спросили, ответ будет на нашем Святом Писании. Наш пророк сказал «Вот то, то и это, и мы просто подчиняемся». У меня на глазах наворачивались слезы. Ведь это превосходные парни. Они готовы умереть за то, во что они верят. Но они немного опьянели от Священного Писания. А так, это хорошие люди, которые готовы умереть за то, что они считают правильным. Ведь так? Человек, который готов погибнуть за то, что он считает правильным, это великий человек. Но посмотрите на последствия, которые возникли из-за ограниченной личности. И это мы говорили про Анхару. Идентичность — это то, что приводит интеллект в движение. Нужно с самого раннего возраста понимать правильную идентичность, идентифицировать себя как целый космос, так как здесь ничего не происходит без вовлечения всего, что находится в вас. Мы сидим на этой круглой планете, которая вращается и движется на огромной скорости непонятно где. Вы не знаете, где начало орбиты, где её конец. И взгляните на нас, мы просто сидим тут и разговариваем. Сколько из существующих сил работают, чтобы удерживать вас и меня на одном месте на этом стуле. А поэтому наше существование невозможно без воздействия всего, что нас окружает. Но говорить об этом с интеллектуальной точки зрения нам не поможет, потому что если вы попытаетесь при помощи интеллекта всё понять, то считайте, что воспользуетесь ножом. Вы просто будете всё разделять. Внутри вас ещё одно измерение интеллекта, которое помогает вам прочувствовать всё это. Следующее измерение интеллекта называется МАНОС. МАНОС — это огромное хранилище памяти. Есть восемь типов памяти. Я их просто назову, не буду расписывать всё подробно. Эти восемь типов памяти включают элементарную память, атомную память, эволюционную память, сенсорную память, кармическую память, которая разделяется ещё на два типа. Первый тип подразумевает банк памяти, который определяет форму и размер вашего тела. И второй тип, который работает прямо сейчас. Итого, два измерения кармической памяти. Неартикуляционная память, вы никогда не сможете её чётко сформулировать, но она выражается сама по себе. Когда вы видите стул, то знаете, что это то место, на которое вам следует сесть, а не на пол. Вы не думайте про то, чтобы сесть на пол, потому что у вас уже есть память о том, что на стуле нужно сидеть. Когда вы видите стакан, то знаете, как его держать. Это непросто. Без этого знания вы не сможете что-либо создать. Существует огромный запас памяти, который позволяет вам делать всё прочее на автомате. А всё потому, что неартикуляционная память всё время работает. Также есть и артикуляционная память, которая занимает ничтожно малую крупицу от всей вашей памяти. Следующее измерение интеллекта является самым важным. Оно называется чипта. Это интеллект, не включающий в себя ни капли памяти. Интеллект, не обременённый памятью. Память определяет границы. Вот вы, ребята, всё время имеете дело с информацией, так как сейчас век технологий. Я думаю, что память уже не означает только то, что находится здесь, в голове, а память теперь всё, что окружает нас сейчас. Память — это граница. То, что я знаю, всегда выступает границей. А всё, чего я не знаю, это безграничные возможности, так? Мы неправильно истолковываем силу невежества. Наши знания — это всегда преграда, что выставляет границы, а наше невежество безгранична. А потому всегда в системе йогов мы идентифицируем себя с нашим невежеством, не с нашими знаниями. И именно так нам нужно поступать, находясь в технологическом обществе, потому что это открывает возможности. Ваше невежество, а не ваши знания, содержат неизвестные территории. Итак, чипта не обременена памятью, это просто чистый интеллект. Вот если сейчас вы будете кушать яблоко, оно станет частью вашего человеческого существа, и это произойдёт не под воздействием разума. Ведь даже ваш разум получает питание от пищи, что вы едите, так? У нас заложен интеллект, способный без нашего участия трансформировать всё необходимое для нашего тела. А всё потому, что интеллект использует память посредством Маноса, который за этот процесс не отвечает, но самое важное измерение вашего интеллекта — это чипта. Сегодня в системах обучения и социальных условиях не предполагают усилия погрузиться в более глубокое измерение вашего интеллекта. Мы просто слишком сильно влюблены в наш интеллект и используем нож для накладки швов. Но вы должны знать, что даже в Гугле, когда мы проводим собеседование с кандидатами на места, мы проводим CGI — тест на проверку общих когнитивных способностей. Я предполагаю, что это подходит под понятие проверки измерения интеллекта. Большинство из нас воспитывали так, что мы с раннего возраста не идентифицировали себя с космосом. Как вы думаете, есть ли для нас надежда? Или мы уже потеряны навсегда? Понимаете, идентификация себя с космосом — это еще одна мысль. А как мысль, пользы — это не приносит. Это лишь немного забивает людям голову, и они начинают себя странно вести. Воображают себя пророками, типа, «Я весь такой люблю космос». На самом деле, любить космос очень легко, потому что он вот тут с вами рядом не находится. А вот если нужно полюбить того, кто сейчас сидит рядом с вами, то тогда возникает масса проблем. Наш инстинкт, желание ставить границы настолько глубоко заложен в нас. Вы видите, как собака ставит метки, и делает она это не потому, что у нее проблем с мочеиспусканием, а потому, что таким образом пес создает свое королевство. Да, это королевство, построенное на метках. Но все же королевство, так? Пес строит свое королевство. И каждый человек делает то же самое, потому что есть два измерения интеллекта. Один настроен на самосохранение. Один аспект вашего интеллекта настроен на самосохранение, и этот аспект и есть ваш интеллект. Читта, измерение интеллекта, настроенное на то, что вы должны расширяться. Когда вы осознаете, что вы человек, то это становится вашей основной проблемой. Кем или чем бы вы ни были в вашей жизни, прямо сейчас вы хотите быть чем-то большим. Если вы становитесь чем-то большим, то вы хотите стать чем-то еще большим и так далее. Я уверен, что многие рабочие Гугла хотят в будущем составлять Гугл-карты для Марса. Да, если это получится, то дальше наверняка захотят составлять карты уже для всей Вселенной. Потому что это природа человека, всегда есть измерение, которому нужно расширяться. И другое измерение, что всегда хочет создавать границы. Вы ставите границу, чувствуете себя в безопасности, а через два дня уже понимаете, что граница самосохранения является для вас тюрьмой. Вы хотите сломать границу. Вы ее ломаете, а затем ставите новую границу и думаете, что теперь все хорошо, что вы свободны. Но после какого-то промежутка времени вы снова чувствуете, что все равно что-то не так, и вы снова хотите расширять границу. Эти два измерения не противостоят друг другу. Они не являются диаметрально противоположными, они дополняют друг друга. Единственное вас, чему необходимо самосохранение, это ваше тело. Тело должно быть в безопасности, потому что если вы его сломаете, то починить не сможете. А вот все остальное у вас, ну, например, я сейчас возьму все ваши мысли, эмоции, идеи, философии, вероисповедания и разорву их на кусочки и суну в мусорку, то вы сможете придумать новые мысли, обрести новые эмоции, вероисповедания, философские взгляды и прочее. А потому все, что накопилось за день, можно скинуть в бумагорезку и забыть. Хотя вам лучше приобрести не бумагорезку, а пульверизатор, так как после бумагорезки еще останутся мелкие кусочки, из которых вы снова сможете составить единое целое. А вы должны пользоваться пульверизатором перед тем, как идете спать. Все сегодняшние идеи, мысли, веру, все, что вы познали сегодня, должны оставить позади. Оставить мертвых мертвецам. Позвольте мне протестировать то, что вы сказали, так как рассказывали вы много интересного. И получается почти что так, что сама рана становится исцелением. Иногда даже так говорят, что раненый становится целителем. Разве нельзя сделать так, трансформировать те вещи, что были сложены таким образом, чтобы использовать их энергию, использовать интеллект, чтобы направить эту энергию на что-то хорошее? Понимаете, наш жизненный опыт вызывает две вещи. Очень приятно, когда в жизни происходят какие-то маленькие вещи. Но когда в жизни происходит что-то большое, это наносит столь большие раны, что многие люди не могут исцелить такие раны даже за период жизни. А потому выбор заключается в следующем. Наш жизненный опыт, что бы ни произошло, с нами мы можем преобразовать это либо в рану, либо в мудрость. Вы либо станете раненым, либо мудрым. Если вы станете мудрым, то вы станете решением, а если станете раненым, то всего лишь превратитесь в ещё одну проблему. И это выбор, которым мы наделены. И откуда вся эта мудрость берёт своё начало? Как мы можем получить к ней доступ, если мы и так привыкли использовать лишь одно из четырёх измерений? Думаю, что и большинство присутствующих в аудитории только сейчас узнали о существовании этих измерений. И есть ли способ получить доступ к тому, что находится за границей интеллекта? Смотрите, всё примерно так. Сейчас в стакане есть вода. Этот стакан определённо не вы. Но если вы его выпьете, то содержание стакана станет с вами одним целым. И что же вы сделали с этой водой? Что что-то, что не было вами изначально, вдруг стало частью вас. Ведь когда вы говорите неинклюзивность, то и подразумеваете включение в себя того, что не было вами. Вы хотите каким-то способом сделать это что-то частью вас, так? Мы уяснили, что вот это, стакан воды, сейчас не является частью вас. Но если вы его выпьете, то частью вас он станет. Так что же происходит с вами с технической точки зрения? Сейчас я прошу всех вас, возьмите свою правую руку и коснитесь ею левой руки. То, чего вы касаетесь, это вы. Коснитесь теперь стула, на котором вы сидите. Это вы. А как вы об этом знаете? Что является основой? Как вы знаете, что вот это я, а это уже не я? Когда мы касаемся себя, мы ощущаем это, а когда касаемся чего-то другого, то нет. Другими словами, получается, что всё, что входит в границы моих ощущений, определяется как часть меня, а всё, что уже находится за границей ощущений, это не я. Сейчас это не часть меня, стакан воды. А если я его выпью, то включу содержимое в границы моих ощущений, и это уже станет частью меня. Границы ваших ощущений таковы, что если вы сделаете вашу жизненную энергию через чур активной, то увидите, как расширяются границы. Если с вами такое происходило, предполагаю, что многие из вас с этим сталкивались. Был такой момент в жизни, когда вы чувствовали себя настолько радостным, что даже слёзы наворачивались. С вами такое было? Вы были настолько радостны, что слёзы радости наворачивались на глаза. И если в такие моменты вы возьмёте свою руку и будете держать её на расстоянии 6-8 дюймов от вашего тела, то телом вы всё равно будете ощущать её. Если с вами такого не случалось, я могу сделать что-то ужасное вам, чтобы вы смогли хоть что-то прочувствовать. Ну, например, можно отрубить вам правую ногу. Если вы отрубите правую ногу, то ноги не будет, но ощущение ноги на своём месте всё ещё останется с вами на какое-то время. Вы ведь слышали про фантомные части тела? В нашем случае будет фантомная нога. Вот нога была физически при вас, а вот её нет. Но чувство, что нога на месте всё ещё есть. Это означает, что существует сенсорное тело, которое имеет свою собственную структуру. Если энергия внутри вас становится очень обильной и подвижной, то ваше сенсорное тело расширяет свои границы. Предположим, что моё сенсорное тело достигнет вот такого размера, то я буду ощущать вас как часть себя. А если оно станет размером с этот зал, то все люди, что окажутся в его пределах, станут частью меня и моего опыта, потому что моё сенсорное тело растянулось. Мы можем провести маленький эксперимент. Вы не против побыть лабораторными мышами? Что мы будем делать? Смотрите, как я делаю. Вам нужно будет делать так же, только закрытыми глазами. Просто трите ладони очень быстро в течение двух минут. Начнём с минуты, только трите активно. Теперь закройте глаза, разведите ладони друг от друга на расстоянии и три-четыре дюйма. Что-то происходит у вас между ладонями? Хорошо. Откройте глаза. Видите, всего лишь немного трения, и вы ведь проделали это упражнение меньше минуты, секунд двадцать. Вы потёрли ладони, и неожиданно что-то начало происходить между ними. Просто потому, что при энергичном движении ваше сенсорное тело расширилось, и вы смогли почувствовать, что что-то происходит между ладонями. Вы знаете, почему люди стараются тереться друг от друга почаще? Это попытка сделать кое-кого, кто частью вас не является, сделать его частью вас. Если это происходит на самом базовом, физическом уровне, мы называем это сексуальностью. Если это происходит на эмоциональном уровне, мы называем это любовью. Если это происходит на ментальном уровне, то это клеймят понятием жадности, амбиции, завоеванием. Если это происходит на уровне вашего сенсорного тела, мы называем это йогой. Йога означает единство. Единство не означает, что вы являетесь причиной этого единства, но независимо от этого всё происходит как одно целое. Вы позволяете себе познать это. Это означает, что границы, установленные самосохранением, немного ослабляются. Почему же вы хотите, чтобы кто-то был близок к вам? Да просто потому, что на каком-то уровне вы хотите ослабить границы, нанесённые самосохранением, чтобы перестать волноваться о самозащите. Неожиданно вы чувствуете себя единым целым с другим человеком. И если появляется такое чувство, то на каком-то уровне вы хотите касаться этого человека, потому что вы пытаетесь так распределить своё сенсорное тело, чтобы прочувствовать, как становится частью себя тот, кто частью вас не был. Это не ограничивается одним человеком. Для этого не нужно, чтобы существовала биологическая связь. Если вы просто можете сидеть здесь и радоваться жизни, то всю Вселенную вы прочувствуете как часть себя. И это называется быть йогом. И вы смогли испытать это 34 года назад. Вы вчера это упоминали. Мне просто интересно для нас, тех, у кого не было такого пика опыта, когда бы мы прочувствовали единство, какой совет, какой шаг нужно сделать, если мы поняли, что мы хотим это попробовать. Вот скажем, я являюсь скептиком и не имею понятия, что такое сенсорное тело. Вот только что немного прочувствовало что-то под вашим руководством, и какой следующий шаг необходимо сделать, чтобы самому добиться всего. Давайте обозначим, что значит быть скептиком. Быть скептиком означает, что вы верите только в то, что имеет для вас смысл. Многие люди просто сомневаются. Но они думают, что они скептики. Нет, их нельзя квалифицировать как скептиков, они просто сомневаются во всем. Причиной этого является определенный страх внутри вас. Страх, который говорит, что все вокруг может быть неправильно. Сомнение означает, что вы делаете заключение по поводу чего-то, о чем вы ничего не знаете. Нет границы между верой в то, что правильно или неправильно. Это одно и то же, так как вы верите во что-то, о чем не имеете понятия. А если вы скептик, то это означает, что если вы чего-то не знаете, то вы этого точно не знаете. Я не строю предположения относительно чего-либо в моей жизни. Я знаю то, что знаю. Я думаю, что каждый должен достичь такого уровня сенса и прямолинейности в своей жизни, чтобы принять, что он знает то, что знает. А чего не знает, того не знает, и это норма. Я не знаю, что есть огромная возможность. Только если вы поймете, что вы не знаете, то тогда желание знать, искать, чтобы найти, и возможность познания появится. А потому если вы скептик, то вы идеальный для этого кандидат. А если вы просто верующий, то придется вас обнулить. Доставайте бумагорезку. Потому что вы строите предположения про многие вещи, о которых ничего не знаете. Вы знаете географию небес, хотя посмотреть ее на гугл-картах вы не можете. Хорошо. Теперь давайте позволим аудитории задать вам вопросы. Только сначала я тоже имею вопросы, которые хочу задать. Мы говорили о многих больших вещах, и получилось довольно перспективно. Но подумайте о разговоре, что мы вели с вами ранее. И как мы сможем связать все это едино? Как они связываются у вас в голове? Те из вас, кто заинтересовался, поймите, что сейчас для функционирования ваш интеллект нуждается в данных. Так или нет? Без информации ваш интеллект бесполезен. Ему нужны данные, и именно поэтому вы, парни, сейчас при работе. Сегодня каждый знает все о Вселенной. Не потому, что они туда отправились или посмотрели, а потому, что просто погуглили. Потому что интеллект чувствует себя глупым без наличия информации. Природа интеллекта такова, что он питается информацией. А откуда к нам приходит эта информация? Это то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, чего можем коснуться. В самой природе бытия эти пять органов чувств являются основными средствами для сбора информации. И все направлены на пределы ваших границ. Вы можете видеть то, что вас окружает, но вы не можете повернуть глазное яблоко вовнутрь головы и просканировать себя. Вот я щелкну пальцами, и вы слышите это, а процессы, происходящие внутри вашего тела, слышать не можете. Если по руке ползет мурашка, вы это ощущаете, так как в вашем теле циркулирует кровь, чувствовать не можете. Потому что в природе заложено, что органы чувств направлены за границы вашего тела. И вы не можете использовать их, чтобы заглянуть внутрь себя. Есть еще одно измерение восприятия, которое нужно активировать. И почему же оно в нас не активировано? Да потому что сенсорные органы — это инструменты для выживания. Вы наделены ими с рождения, независимо от того, к какой расе вы принадлежите. Вы все равно ими наделены. Как и наделены ими собаки, кошки, свиньи, слоны, каждый. И точно так же мы. Что бы не было нужно для выживания любого биологического существа, это всегда включается в момент рождения, потому что это необходимость. По-другому вы не выживете. Но все, что находится за рамками процесса выживания, не войдет в вашу жизнь без вашего стремления к достижению чего-то. Ведь так, все, что вы знаете, начиная с алфавита, и до чего бы вы там не знали, прошу прощения, я не имел в виду сейчас ваш бренд, а имел в виду настоящий алфавит. Все, что вы знаете, начиная от чтения, письма, до использования компьютера или пения, или чего бы то ни было, вы знаете все это, потому что стремились к этому. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили, когда вам было 3-4 года, какой же сложной для понимания оказалась эта чертова буква. И как будто этого не хватало, так еще было целых два варианта этой буквы, что вас совсем бесило. А сегодня вы можете писать с закрытыми глазами. Но все равно есть другие люди в мире, которые не стремятся, не делают усилий в том же направлении. Если вы попросите их что-то написать, у них возникнут с этим проблемы. Без старания, все, что находится за пределами того, что необходимо для выживания, не войдет в вашу жизнь. А потому обращение своего взгляда вовнутрь — это не входит в процесс выживания. Есть два основных измерения внутри вас — инстинкт самосохранения и жажда расшириться безгранично. И оба являются необходимостью человеческого существа. И это существенная проблема людей, живущих на планете. Ни одно из населяющих планету существ, кроме человека, не хочет расшириться безгранично. Они просто думают о выживании. В желудке есть еда, значит, жизнь норм. А для вас пустой желудок — это лишь одна проблема. А полный желудок — это 100 проблем. Да, все ваши проблемы начинаются, когда в желудке оказывается еда, потому что есть желание расширяться безгранично. Глядя на процесс эволюции, мы можем сказать, что для любого другого существа природа провела две линии, внутри которых они живут и умирают. И для них это нормально. Но для людей есть только нижняя линия, верхней линии нет. Таким образом, то, от чего страдает человечество, и что вводит человечество в замешательство, — это не рабство. Они страдают от своей свободы. И что вы бы с этим сделали? Хорошо, теперь давайте я предложу. Все эти религиозные, расовые, кастовые, национальные идентичности пытаются загнать нас в зависимость. Так как природа не обременяет нас никакой зависимостью, вы сами выставляете свои рамки, входите в зависимость и каким-то образом чувствуете себя так в безопасности. И это часть мотивации? Да, все эти идентичности, которые навязываются вам цветом вашей кожи и другим бредом, в который вы верите, типа национальности, а ведь все это просто флаг, то бишь кусок ткани. Люди стоят под флагом, и у них слезы наворачиваются на глаза. Просто посмотрите на них. Это меня просто поражает. И на одном уровне это красиво, но на другом выглядит совсем мерзко. То, что вы идентифицируете себя с вещами такого рода. Люди идентифицируют себя с символом, со словом, да с чем угодно, ведь так? А потому мы пытаемся создать что-то наподобие искусственной границы для себя. И когда вы создали для себя такую границу, и появляется еще одна граница. Например, во мне тоже есть граница, и когда наши границы соприкасаются, получается конфликт. Итак, у кого есть вопросы, пожалуйста, подходите к микрофону. Мы пытаемся обмозговать инклюзивное сознание. Вы уже слышали, чем с нами поделился наш гость. Так что давайте послушаем, какие вопросы возникли у вас. Пожалуйста. Я вовлечена в организацию мирной конференции в Индии, и это требует приложения огромных усилий. Но, слава богу, политика в это не входит. И мне показалось интересным то, что вы сказали, что вы перестали посещать мирные конференции. А потому мне хотелось бы услышать от вас любой совет на тему того, что же должны мы сделать или чего должны избегать для того, чтобы это усилие принесло успех для людей, которые посещают конференцию. Знаете, когда вы сказали, «Слава богу, политика сюда не примешивается», вы не берете в расчет источник проблем. Политики не относятся к какой-то другой породе людей. Демократическое общество означает, что завтра вы можете стать президентом этой страны. Демократия то и значит. Да? Если вы пожелаете высунуть голову из песка, то сможете стать президентом этой страны или премьер-министром другой страны. А поэтому политики не свалились на нас с неба. Политик — это не внеземное существо. Это такой же человек, как вы и я. Он высунул голову из песка, в общем, сделал то, чего вы и я сделать не захотели. Давайте просто признаем это. Это совсем нелегко. Легко сидеть и отвешивать комментарии, но вот управлять страной — дело непростое. Поверьте мне, это сложно. А потому политики по-любому должны быть замешаны. Но вы должны создать атмосферу, которая бы имела неполитическую основу, где бы политики, как и все остальные участники, принимали бы участие, как простые граждане, или просто как люди. Но без политиков, что вы сможете изменить? А потому мирные конференции, если проводить их просто как развлечение, то вы можете просто собрать своих друзей и провести мирную конференцию. Но если вы хотите достичь мира на планете, то самые важные политики, самые сильные лидеры этого мира должны на конференции присутствовать. Ведь только так возникает возможность достичь мира. А в другом случае, это просто развлечение. Скажу вам, я посещал очень важную мирную конференцию. На ней присутствовало 42 нобелевских лауреата, и каждый из них выступал с распечатками размером по 10-20 листов, некоторые даже по 40-45 листов. И даже не поднимая от листков взгляда, они просто читали эти речи с утра до вечера. И медленно мир начал окутывать зал. Полдень второго дня конференции, я сидел прямо на первом ряду, огляделся и увидел, что спят уже все, за исключением охранника, который стоял вот там, и меня идиота, что сидел и верил в то, что достижение мира в мире возможно посредством этой конференции. И я сидел и внимал каждому слову. Потом я осмотрелся по сторонам, все уже стали, ну, очень мирными. Они устраивали поздние вечеринки, поэтому все были очень мирными. И когда дошла очередь моего выступления, я сказал, «Знаете, я прослушал за сегодня столько всего умиротворящего». Я бы хотел спросить вас, можете ли вы все, ну, или некоторые из вас, положа руку на сердце, сказать, «Я искренне веду мирную жизнь». Они были достаточно прямолинейны, и их ответом стало «нет». Я сказал, если вы не можете достичь мира в вашем разуме, то каким же боком вы сможете достичь мира во всем мире? То, что происходит в мире, это лишь увеличенное проявление глупости, что происходит в наших головах, разве нет? Если бы вы и я по-настоящему были просто мирными людьми, пришлось бы нам когда-нибудь волноваться о том, что нам в будущем, возможно, придется бороться. Будь мы мирными, то какой бы ни был вопрос, мы бы могли бы сесть и просто решить его. Из-за того, что в нас есть насилие, нам приходится выставлять для нас границу. Вот даже передо мной сейчас стоит перегородка на случай, если я стану буйным. Ну или вы. Давайте теперь кто-нибудь задаст вопрос с той стороны зала. Здравствуйте. Хотела бы задать стандартный вопрос. Вы упоминали, что перед тем, как давать образование ребенку, мы должны удостовериться в том, что ребенок идентифицирует себя с космосом. Но как это сделать, когда мы сами настолько во всем погрязли? Как нам объяснить нашим детям, что их идентичность не ограничивается их телами, когда у нас самих настолько ограничено мышление и наша идентичность? Как мне донести такую информацию до ребенка, когда я сама ее познать не могу? В любом случае, что бы вы ни говорили вашим детям, дети вас все равно не слушают. Если вы собираетесь заводить детей, то это я вас так заранее предупреждаю. Дети не прислушиваются ни к чему, что бы вы им ни говорили. Но они наблюдают за вами. Они вбирают в вас информацию, которую черпают из вашего поведения. Если в вашей жизни вы не продемонстрируете то, чему пытаетесь научить ребенка, то через какое-то время все ваши учения ребенок возненавидит. И в этом заключается самая большая неприятность. Я вижу, как такая ситуация складывается в семьях столь многих людей. Когда в семье есть ребенок, то родители делают все возможное для ребенка и думают, что в этом заключается их жизнь. Они не просто меняют подгузники, а делают все, что в их силах. Их самих приучили, что надо жить ради ребенка. Чем старше ребенок становится, тем больше возрастает обеспокоенность родителей. Они думают, как же им научить ребенка самым полезным во Вселенной вещам, даже если для них самих в их жизни это не осуществилось. С течением времени ребенок становится подростком и начинает родителей избегать. Если подросток хочет поделиться с кем-то какой-то информацией и услышать разумный ответ, то для этого подросток обратится к друзьям, и уж точно не к родителям. Конечно, нельзя сказать, что так происходит со всеми подростками, но в большинстве случаев это так. А все потому, что то, что говорят родители, не имеет никакого для подростка смысла. Люди часто спрашивают меня, «Садхгуру, а как вы стали таким, какой вы есть?» И я всегда отвечаю, что на протяжении всей моей жизни я просто старался оставаться необразованным. И поверьте мне, это непросто. С момента рождения все, кто окружает тебя, пытаются научить тебя чему-то, что не принесло никакой пользы их жизням. Вы ведь четко видите, что для жизни этих людей информация, которую они пытаются вам навязать, пользы не принесла. Ибо если бы принесла, то они должны были бы ходить радостными и восторженными. А так вот они и ходят с вытянутыми лицами, но при этом пытаются научить вас самым лучшим вещам во Вселенной. И пользы это не принесет. Вам не нужно ничего говорить. Ничего, если я с ней поделюсь такой информацией. Свою дочку я растил один. В возрасте семи лет она потеряла свою мать. Она путешествовала со мной с возраста четырех с половиной лет. Извините, я говорился с четырех с половиной месяцев. А в четыре с половиной года я отправил ее в школу. Но еще будучи младенцем, она уже путешествовала со мной, и я создал одно правило. Куда бы я ни направился, то всегда останавливался так, чтобы проводить время с как можно большим количеством семей по всей стране. Я всегда всем говорил, никогда не учите ее ничему. Ни алфавиту, ни ведению счета, ни рифме, никакому бреду. Я не хочу, чтобы кто-то учил моего ребенка чему-либо. Люди говорили, что это странно, но я говорил, чтобы ее оставили в покое. Когда ей было уже 18 месяцев, она свободно разговаривала на трех языках. А все потому, что никто не пытался ее им учить. И выросла она радостно и пошла в школу. В возрасте 13 лет у нее что-то не заладилось в школе, она пришла домой и сказала, «Ты учишь всех стольким вещам, а мне ничего не рассказываешь». На что я ответил, что никогда не делаю чего-то, о чем меня не просили. «Я просто ждал». И это нормально, что теперь ты пришла. Итак, всего лишь одну вещь ты должна уяснить. Никогда никого не уважай и не стремись быть лучше. Она посмотрела на меня, на ее лице читалась, «А как насчет тебя?» «Я не исключение», — сказал я. «Никогда никого не уважай, но и никогда никого не презирай». И так ты должна жить. Никогда никого и ничего не уважай, и никогда никого и ничего не презирай. И неожиданно перед вами откроется жизнь именно такой, какой она есть. Прямо сейчас кто-то выше вас, кто-то ниже вас, кто-то бог, кто-то дьявол, кто-то добродетель, кто-то грешник. Вы разделили Вселенную миллионом разных способов, а теперь пытаетесь все собрать воедино, и это не сработает. Интеллект — это тот инструмент, который разбил мир на кусочки. И снова, используя интеллект, вы пытаетесь все восстановить. И это не сработает. Теперь взгляните на расизм. Это ведь катастрофа, что даже в 21 веке каждый день происходят перестрелки. Я думаю, что так было всегда. Но только сегодня, благодаря телефонам с камерами и фейсбуку, все знают о том, что это происходит. Но я думаю, что это происходило и раньше. В одно время в истории это было легально, а теперь уже нелегально. Все происходит в нашем времени так, потому что мы используем интеллект для устранения проблем. Вы используете нож для накладывания швов, и это не сработает. И вы просто живете таким образом, и в зависимости от того, каким образом живете вы, так же будут жить и ваши дети, так как почерпнут все от вас, но поймут и перекрутят все по-своему. И может, они пойдут этим или тем путем, потому что вы не единственные люди, что влияют на детей. Вы собираетесь стать матерью, и вы должны знать, что ваше влияние будет не единственным. Всегда есть другие люди. Люди и Гугл. Садгуру, вы рассказывали про идентичность, инклюзивное сознание. Мне хотелось бы знать, вот вы говорили про сенсорное тело, и о том, что можно почувствовать всех частью себя. Вопрос такой, какая роль действий, и когда их нужно применять? Если я что-то идентифицирую себя с тем, что я сделал, и предположим, что я почувствую, что все стали частью меня, или космоса, и вы сделаете что-то, то как понять, это сделали вы, или космос, или же я? Как в эту картину вписываются действия? Видите ли, это прелесть нашего бытия. В этом существовании, в этом космосе мы собой даже пылинки не являем. Настолько мы малы. Но тем не менее, мы были наделены индивидуальностью, мы наделены индивидуальным характером, а потому можем познавать такие вещи. Но огромное число людей, что проживали на этой планете до нас с вами, что с ними произошло? Сейчас они все составляют верхний слой Земли. Они сейчас стали частью планеты. А потому, если вам удастся сегодня меня понять, вы сможете трансформировать вашу жизнь. Поймите, что все является частью вас, а вы частью всего, не мысленно, а практически. Если вы можете практически познать все вокруг вас, так же, как вы и практически пользуетесь 10 пальцами рук, то увидите, как жизнь станет невероятно красочной. Но если вы не уясните это от меня, то в любом случае, червяки в Земле вам об этом расскажут. Хотя для вас тогда это уже будет ненужной информацией. Но суть в том, что все люди это поймут рано или поздно. Когда нас похоронят, мы уже точно поймем, что являемся частью Земли. Сейчас мы об этом просто забыли. Мы можем жить здорово. А потому все нужно познать на практике. Если же вы все познаете мысленно, думайте, как инклюзивность и индивидуальность смогут существовать в одно и то же время. В этом и заключается прелесть нашего бытия. Из грязи появляется цветок. Верно? Да или нет? Земля стала цветком. У вас в голове вы воспринимаете Землю и цветок как две разные вещи. Но в существовании Земля и цветок — это одно и то же. Это не две разные вещи. Это лишь два разных способа бытия. Для вашего носа не будет комфортно, если вы вдохнете грязь. Но если бы вы были свиньей, то вы бы обожали грязь. И ничего необычного в этом бы не было. Потому что это одно и то же. Это то же самое, Арно? Здравствуйте. Это то же самое, не так? Дело в том, что в нашем разуме и с нашим интеллектом мы все разделяем. Такое разделение — это лишь психологическая реальность. Это не обязательно должно быть существенной правдой. Поэтому мы основали движение Green Hands. Хотя, конечно, мы подразумевали немного больше этим проектом. Все произошло так. Когда я увидел, что вся Южная Индия превращается в пустыню очень быстрыми темпами, реки пересыхали, грунтовые воды ушли с глубины 100-150 футов на глубину 1500 футов, у пальмовых деревьев начали опадать листья, и мы подумали, что пора что-то сделать. И затем я это сделал. В один день я посетил маленькое село и обратился к людям. Пришло примерно 5000 человек. Было около 11 часов утра. Погода в Южной Индии совсем не похожа на погоду здесь. Стояла жара, летнее солнце, и я заставил их сесть на солнце. Хотя поблизости росло примерно 5000 дождевых деревьев, три из которых были по-настоящему огромными. Вы когда-нибудь видели дождевые деревья? Тень некоторых из них может достигать тякра в размере. Так вот, три дерева были по-настоящему огромными, а другие — два средних размеров, но всё равно они выглядели привлекательно. Мне бы очень хотелось оказаться в тени этих деревьев, но я заставил всех сидеть на жарком солнце. Я всё продолжал говорить, растягивая разговор, рассказывая им истории, шутил. В самом начале они все прямо светились энтузиазмом. Если вы двигаетесь, то не так чувствуете жару. А вот если вы просто сидите на солнце, то тогда уже начинает припекать. Примерно через час, четвертью или час, половину они уже совсем изнывали и думали, что же не так с этим Садгуру? Он же просто поджаривает нас на солнце. А затем я сказал, «Пойдёмте», и мы пошли под деревья. Все вздохнули с облегчением. И неожиданно вы осознаёте, что такое дерево. Раньше, глядя на дерево, вы думали, «Как сделать из него мебель?» А тут неожиданно вы поняли, что же такое дерево. Я заставил их там сесть и дышать. Это определённый духовный процесс, на который я их настроил, когда сказал, «Что выдыхаете вы, вдыхают деревья». А то, что выдыхают они, вдыхаете вы. Когда они на практике это поняли, то уже ничто не может их остановить от насадки деревьев. Они уже посадили более 28 миллионов деревьев, и остановить их вы не сможете. Они полностью изменили культуру. Но когда со мной такое приключилось, 9-10 лет назад, когда я вернулся в свой родной город, в котором я никакой работы с людьми не проводил, ничего никому не рассказывал. Я всегда этого избегал, так как моя семья там живёт. И я хотел бы в этом городе оставаться анонимным человеком. Но из-за гугла и интернета меня узнают везде. И вот когда я приехал в город, горожане настояли, что я должен что-то сделать. Я предложил организовать программу. Это подстрекнуло совсем разных людей. И моих друзей из детского сада и школы, моих учителей из школы и колледжа. Всех. Когда я всё рассказал, и мы обо всём договорились, моя школьная учительница английского подошла ко мне и сказала, «Теперь я понимаю, почему ты не давал мне преподавать Роберта Фроста». Я сказал, «Мэм, да почему я не давал вам преподавать Роберта Фроста? Мне нравится Фрост». Иногда я даже цитирую его стихи. Я сказал, «Я люблю Фроста. Почему же я не давал вам его преподавать? Ты что, не помнишь, как не давал мне преподавать Фроста?» И тут я вспомнил. До этого дня мы всегда изучали английские стихи и английскую литературу. И тут внезапно она начала нам преподавать этого американского поэта и сказала, что этот Роберт Фрост, он очень хороший поэт, и начала нам читать стихи. «Бревесная тень, густа и красивая». Я говорю, «Стоп!» «Человек, который называет лес древесиной...» «Что это еще за глупость? Я не собираюсь учить этого поэта». «Да как же так? Роберт Фрост — это великий писатель». А я ответил, что мне до лампочки, кем он был, он называет лес древесиной. А значит, я не собираюсь даже слушать, что он там еще написал. И я не дал ей нам его преподавать. В общем, в том году мы его не проходили. А потому я говорю, если вы называете лес древесиной, то для вас это просто предмет потребления. Это вода, это планета, по которой вы ходите, люди, которых вы видите. Это ведь не предметы потребления. Это ведь жизнь, разве нет? Воздух, что вы вдыхаете, вода, которую вы пьете, земля, по которой вы ходите, деревья, в тени которых вы сидите, все, что есть в этом мире для вас — это жизнь и жизнесоставляющие материалы. Если вы об этом забудете, то будете относиться ко всему как предмет употребления. А вот если познаете на практике, что все это то, что на самом деле создает вашу жизнь, тогда увидите самую фантастическую вещь этой вселенной. И это то, что наделяет нас опытом. Именно потому я сейчас могу сидеть здесь и разговаривать с вами. А как же иначе мне еще с вами разговаривать? Может, кто-то хочет задать еще один вопрос? Здравствуйте, Садгуру. Для меня есть лишь один способ достигнуть инклюзивности — это видеть других людей, как себя. Например, сейчас я точно знаю, что вы существуете внутри меня, потому что ваш голос звучит в моей голове. Нет, нет, нет. Если у вас в голове звучат голоса, то это значит что-то другое. Ваш облик отражается внутри меня, потому что он попадает в меня через мои глаза. Вы хотите сказать, что видите кошмары каждый день? В общем, суть заключается в том, что я вижу вас внутри меня. И в этом я уверен. Но мне интересно, видите ли вы меня внутри вас. И независимо от того, ответите ли вы «да» или «нет», то как узнать, что это не просто вера, так как проверить, правда ли это, мы не можем. Понимаете, здесь есть два уровня реальности. Есть психологическая реальность и существующая реальность. Существующая реальность — это не ваше творение. А вот психологическая реальность — это полностью ваше творение. Но большая часть её была создана бессознательно, а потому вы верите, что это правда. Чтобы не было правдой, ваша психологическая реальность может иметь определённую социальную значимость, но может и не иметь значения для существующей реальности. Прямо сейчас, если я говорю, что чувствую вас внутри себя, то вам станет от этого приятно. Если я скажу, что люблю вас, вам тоже будет приятно. Возможно, это будет правдой для меня или правдой для вас. Но нигде по залу это не плавает. Это только мои эмоции и ваша эмоция. Да, это хорошо, что у нас такие теплые эмоции, мысли и действия. Это превосходно, если это и правда так. Но это несет лишь психологическое и социальное значение. И для бытия это значение не несет. Если вы хотите познать жизнь, то вам нужно выйти за пределы пузыря, которым является психологическая реальность, и войти в существующую реальность. Только тогда вы сможете ощутить вкус жизни. В противном случае, вы просто клубок мыслей, эмоций, идей, мнений. А теперь еще и я стал частью этого клубка. Так что, что бы я хотел сказать всем вам? Вместо того, чтобы думать об этом, вместо того, чтобы это анализировать, необходимо познать существующее измерение. Если вы хотите целенаправленно посвятить этому 28-30 часов, то мы предоставим вам инструменты, при помощи которых вы можете добиться нужного результата сами. И это не просто пустая болтовня. Такое уже происходило в жизнях миллионов людей, и для них все сработало. И я должен вам сказать, что первый 21 год моей работы у меня было правило никогда не появляться на медиа, и, естественно, у меня тогда и веб-сайта не было. Ни разу я не повесил никакого рекламного плаката своих речей или баннеров, и даже брошюр не выдавал. Только силой слов я привлек миллионы людей. Очевидно, что они смогли таким образом достичь, чего хотели, в противном случае они бы не брали на следующие беседы со мной своих друзей и семью. И сейчас я не обещаю никакого чуда. Я не предлагаю вам путешествия в рай. Я всего лишь указываю вам на то, что источником ваших проблем являетесь вы сами, а не кто-то другой. Как я и сказал, это сложный разговор, а не сказочные обещания прогулки до рая, где с вами будет все в порядке. Но несмотря на это, люди приходят, потому что увидели, каких трансформаций внутри себя они достигли, и решили, что и другим людям тоже следует пройти. А потому еще раз говорю, что это технология благополучия. Мы осуществляем свое внешнее благополучие научным способом посредством многих технологий. Так почему же мы такие калеки, когда дело доходит до нашей внутренней жизни? Мы пытаемся со всем справиться посредством эмоций, философии, идеологии, систем убеждений? Нет, сейчас как раз время, чтобы вы подошли к этому человеческому механизму научным способом и поняли, как превратить это в полноценную возможность. Видите ли, каждая жизнь в этом мире всего лишь пытается стать полноценной жизнью. Независимо от того, червяк — это насекомое или птица, или животное, или дерево. Все они стремятся к тому, чтобы стать полноценными. Но мы знаем, что собой представляет полноценный червяк, полноценное насекомое и так далее. Но мы не знаем, каким должен быть полноценный человек. Потому что даже если я завтра сделаю вас королем или королевой этой планеты, вы все равно будете спрашивать совета у звезд. Потому что есть что-то внутри вас, что жаждет стать бесконечностью. Если вы жаждете бесконечности, то вы не можете толкать речи про покорение космоса, так как к космосу вас это не приблизит. Бесконечность пришла к вам только потому, что у вас есть идентификация с физическим телом. Потому что природа физического тела — это установление границ. Без установленной границы физической природы не будет. Но правда ли то, что это физическое тело вы медленно собрали? Это правда? Или вы были рождены, так как выглядите сейчас? Вы сами сделали себя таким. То, что вы собираете, может быть вашим, но никогда не будет вами. Другими словами, вы живете вашей жизнью без даже моментного познания того, какой же жизнью вы являетесь. Вы вовлечены лишь в вашу физиологию и психологию. Настает время, и вы меняетесь, и познаете себя как жизнь, которой вы являетесь. И жизнь, которой вы являетесь, не берет начало от каких-либо границ. Это лишь тело. Оно является границами, и вы должны этих границ придерживаться. Это очень важно. Так что сильно их не расширяйте. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Садгуру. Спасибо всем. Друзья, если вы хотите отблагодарить меня за работу над этим большим видео, вы можете стать моим подписчиком на Патреоне. Ссылка в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok